МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. И снова земельный вопрос. Жители микрорайона Агель против сноса домов. Продолжение затянувшейся истории сегодня в выпуске. Уход за пациентами, перевязки и выдача медикаментов. Волонтеры теперь будут помогать медперсоналу в больницах Махачкалы. Борцы из 17 стран оспорят награды 50-го турнира по вольной борьбе в памяти пятикратного чемпиона мира Али Алиева. О подготовке к масштабному мероприятию говорили на пресс-конференции. Об этом наши спортивные корреспонденты. Полтора миллиарда рублей выделят в этом году из бюджета на улучшение дорожной инфраструктуры Дагестана. Об этом заявил Владимир Васильев. По словам главы региона, на эти же цели будут направлены и деньги, полученные в виде штрафов. Говоря о безопасности на дорогах, стоит отметить, что по итогам 2018 года в республике наблюдается снижение количества ДТП на целых 6% по сравнению с предыдущим годом. Это официальные данные Минтранса. Напомним, в прошлом году власти Дагестана не смогли освоить 3 миллиарда, предназначенные на дорожное строительство. В этом году дагестанцы будут зарабатывать в среднем 27 тысяч рублей. Об этом сообщают в Минэкономразвитии республики. Источник отметил, что в прошлом году средняя зарплата дагестанцев составляла 24 779 рублей. Ну а к 2024 году, по предварительному прогнозу, среднестатистический дагестанец будет зарабатывать 34 тысяч рублей. Пособия по уходу за детьми-инвалидами вырастут два раза с 1 июня. На сегодняшний день размер ежемесячной выплаты составляет 5,5 тысяч рублей. С 1 июля он составит 10 тысяч. Об этом сообщает Пенсионный фонд России. Выплаты положены неработающим родителям или усыновителям, опекунам или попечителям, являющимися трудоспособными в связи с осуществлением ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Для оформления выплат необходимо в территориальном органе Пенсионного фонда по месту получения пенсии написать соответствующее заявление. В продолжение затянувшейся истории жители микрорайона Агель пытаются отстоять свою территорию. Напомним, мэрия Махачкалы приняла решение освободить незаконно захваченные земельные участки, ранее зарезервированные под строительство детских садов и школ. Однако люди, которые живут в данной местности, готовы предоставить все документы на дома, ведь жили как-то 15 лет. В очередной попытке найти Соломоново решение жители частного сектора обратились в Ленинскую администрацию. Все подробности в сюжете Луизы Раджабовой. Земельные проблемы в Дагестане сплетены в большой узел. Сегодня в этом клубке и около 16 домов микрорайона Агель. Ломать не строить. И школу вместо крыши дома своего видеть никто не хочет. Мы все знаем, что это неправильно. Но такая неправда есть везде. По всему городу такая неправда. Вот сейчас взять 16, 38, 40 домов, им разрушить, а остальные пусть, вот, например, те, которые живут на берегу моря, в своих замках, их оставить, а этих людей взять и выгнать оттуда. Вот я знаю, вот эта женщина там живет. Я не думаю, она живет. Вот у нее, сколько у тебя, скажи нам, у нее 3... Четверо детей, мать инвалид и сына его нет. Ну куда им идти сейчас? Разрушат им дом. Куда им? Три кредита на ней висит. Не заработали на участок. Ну где им же можно дожить? Я приводил туда их бригады, отключал свет, газ. Но так нельзя, друзья мои. Все хотят построить. Но как-то, если, как может быть, не знать человек, если не его земля, как можно строить? Как утверждает городская администрация, на земельный участок у мэрии имеются все правоостанавливающие документы. Несмотря на неоднократные предупреждения и обращения в контрольно-надзорные органы, на участке имеются 16 строений. И засыпая болото, люди знали, на что идут. Вот как ясное небо, все вы знали, что это территория школы Садыка. Эта территория, я вам еще раз говорю, все, как вот это ясное небо, все вы знали, что это территория школы Садыка. Вот у нас вот один сделал, второй который сделал, сосед пришел, сельчанин пришел, вот друг друга, а войс пройдет. Это мы все на эти шаги пошли. Незаконный захват земли порицает и религия. Так, по мнению богословов, земля в исламе вопрос щепетильный. Но в данной ситуации религиозные деятели предлагают нейтральное решение вопроса. Сегодня город в таком состоянии, что кому-то вот так давали и не смотрели вовремя, и органы не смотрели, и руководство не смотрело, дали какие-то моменты. А люди подумали, что раз такое дело, каждому можно. Никому нельзя, и тому нельзя, и этому нельзя, и другому нельзя, по большому шорту. Но мы поняли друг друга, что эти люди попали вот такой, и просят прошения. Если, опять же, у всех просьба одинаковая, если есть возможность, по какой-то направлению, как это помочь, вот этому человеку, другому человеку, как частной порядке, частной порядке, это общая просьба помочь этим людям. Однако администрация Ленинского района настроена жестко. Судя по всему, власти намерены решить вопрос в ближайшее время. И вовсе не в пользу людей. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Как будет выглядеть Махачкала в будущем? На этот вопрос пыталась ответить команда специалистов, которая представила пилотный доклад о развитии столицы Дагестана как агломерации. Эксперты федерального и регионального уровня работали над разработкой стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. В частности, такие вопросы, как развитие транспортной инфраструктуры Махачкалы, перспективные секторы экономики и ЖКХ. Главная задача – определить наиболее перспективные направления для республики. По словам экспертов, основная нагрузка идет на столицу. Город не соответствует нуждам горожан. По проблемам развития Махачкала схожа с Москвой. В частности, это и демографический рост, и приток сельского населения. Если не будет четкого понимания развития города и градостроительного плана, то дальнейший рост по всем отраслям невозможен. Если показать экономическое развитие качественным, не темпом роста, а качественным попадательным, но, кстати, политическая агломерация на одном из последних мест этих 40-х агломераций, то по человеческому капиталу все же ситуация несколько подбушек. Здесь приток сельсия, он обеспечивает чуть более высокую позицию. Здесь нельзя говорить о каких-то замечательных моментах, не нужно попадать в инфраструктуры, потому что если по ожидаемой должности жизни все и плохо, по качеству образования средних, то уровень дохода к среднему, который в данном случае, самый низкий среди всех городов. Помогать безвозмездно – это девиз всех волонтеров-медиков. Теперь добровольцы будут вести свою деятельность в стенах республиканского ортопедо-травматологического центра имени Цахаева. Это уже второй по счету отряд волонтеров, который будет помогать медперсоналу в Махачкале. Сюжет Абдулла Алиева, продолжение темы. Довольство ближнего – это главная награда. Так считают представители общественного движения волонтеры-медики. Оказывать помощь врачам им не впервой. На этот раз они будут безвозмездно работать в травматологическом центре Махачкалы. Волонтерами являются студенты медицинских вузов республики, которые, ко всему прочему, смогут еще и получить бесценный опыт работы в медучреждениях. Мы очень нуждаемся в этом проекте, потому как пациенты, которые обращаются к нам, лишняя помощь этого волонтерского движения как для пациента, так и для работы центра, я думаю, будет значимым. Я думаю, польза от этого проекта и непосредственно самим волонтерам, потому как они являются студентами Дагестанского медицинского университета для практики, для их будущей работы. В задачи волонтеров-медиков будут входить помощь в перевязочных и процедурных кабинетах, в логистике пациентов и в оформлении для них документов. Также волонтеры окажут помощь в транспортировке анализов, выдаче таблеток и медикаментов и будут поддерживать санитарно-гигиенический порядок в отделениях. На сегодняшний день в шести отделениях 60 волонтеров будут проходить практику, получать новые знания, улучшать свои навыки в этой больнице. Они будут участвовать в перевязках, будут участвовать в уколах, капельницах, помогать в навигации пациентов, кормить их, тем самым будут получать знания, улучшать свои навыки, обогащать свой опыт. И тем самым это им поможет в будущем становлении их как профессионалов. Сегодня волонтеры-медики работают в более 400 больницах по всей России. В Махачкале пока еще два медучреждения, где помогают волонтеры. Будущим представители движения намерены охватить все ведущие клиники города. Абдулла Алифнур, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Ну а теперь предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Карины Баталовой. Дагестанец простил долг в 400 тысяч рублей. В память о покойной матери владелец продуктового магазина простил продавцу столь крупную недостачу. По словам женщины, растрату денежных средств она допустила по невнимательности. Мужчина не обратился в правоохранительные органы и решил простить растрату. Поступок он объяснил заботой о светлой памяти умершей матери. Разрешению вопроса сторон способствовал отдел примирения духовного управления мусульман Дагестана. Поджог вместо ограбления. Поздней ночью 35-летний житель Махачкалы задумал ограбить дачный дом в Карабудахкенском районе. В пустом помещении вору стало холодно и он решил согреться. Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому попытка включить газовую печь обернулась возгоранием деревянных панелей. В итоге дом 48-летнего жителя селения Карабудахкен сгорел полностью. Преступник задержан. Сейф автозаправочной станции в Манасе опустил на 200 тысяч рублей. Кражу совершили два жителя селения Инчхека и Кентского района. Следствие установило, что 18-летний молодой человек летом 2018 года устроился на АЗС оператором. Со временем работы его привлекло количество выручки за смену. Способствовало плану обогащения доверчивость владельца к операторам. Сейфы на заправке не запирались и невнимательность персонала. Вор запомнил расположение камер видеонаблюдения и время смены работников станции. Подготовив план кражи, он предложил своему соседу получить легкие деньги. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 158 УК РФ. Молодым людям грозит лишение свободы до 5 лет. 25 апреля в селении Новой Черкей пройдет открытое спортивное мероприятие «Весна Дагестана». Все желающие смогут принять участие в эстафете «Маршрут выживания», поучаствовать в различных конкурсах развлекательного характера и послушать духовно-нравственные наставления. Также посетители ждут угощения и ароматный чай самоваря. Вход свободный. Республиканский конкурс молодых алимов и хафизов в памяти Мухаммада Крама Биарсланова прошел в селении Губден Карабудахкенского района Дагестана. Конкурс собрал более 140 участников из разных уголков республики и проходил в следующих номинациях. Наука до 22 лет, наука до 18 лет, Коран полный, Коран 10 джузов. Всех победителей и призеров наградили грамотами, денежными и специальными призами. В завершении мероприятия ректор медресе имени имама Аннавави Мухаммад Шариф Биарсланов вручил полпреду муфтиата Ильясу Малатову благодарственное письмо на имя муфтии республики. Двенадцать команд из Хасавьурта и соседних районов республики выявляли лучшего на открытом турнире по рэкболу. Игры проходили в спортзале клуба Universal Fighters. По их итогам в конкурентной борьбе определилась тройка призеров. Золото досталось команде «Сокол». На второй строчке расположился олимпийские бронзовые награды у игроков из Дылыма. Организатором турнира выступила региональная организация молодежи города Хасавьурт. Борцы из 17 стран оспорят награды 50-го турнира по вольной борьбе памяти пятикратного чемпиона мира Али Алиева. Соревнования пройдут с 1 по 3 мая в одноименном дворце спорта в Каспийске. О подготовке к ним говорили сегодня на пресс-конференции Минспорта Республики. Подробнее Курбан Рагимов. 500 тысяч рублей за победу и пояс чемпиона. Такими призовыми сегодня не может похвастаться ни один международный турнир. До начала юбилейного Алиевского остается ровно неделя. Организаторы уверены, соревнования пройдут на высшем уровне. Этот турнир набирает свои обороты и как 50-й юбилейный готовится к этому турниру. Делаем, чтобы турнир прошел на высоком уровне, чтобы он был впечатляющим. О этом турнире говорили наши гости, участники, все, кто бы не приехал, не посетил наш Дагестан. В этом году турнир удачно вписался в календарь борцов. Организаторы ожидается, что местную публику своим выступлением порадуют почти все лидеры сборной Дагестана. Пропустит старт только Гаджи Магомедов под вопросом участия Садулаева. В заявках от зарубежных команд есть именитые вольники из Азербайджана, Кубы, Турции, Индии и других стран. Естественно, на этом турнире вся сборная команда Дагестана будет в своем первом составе принимать участие. Есть травмированные ребята, но в принципе любители спорта это уже знают. Потом в Азербайджане вся команда первая, в том числе олимпийский чемпион Шарип Шарипов будет принимать участие. Потом я российский Анасаслан Рамонов из олимпийских чемпионов. Захватывающих, интересных для зрителей, для болельщиков схваток будет очень много. Призовой фонд юбилейного турнира станет рекордным. Победители и остальные медалисты распределят между собой по 1 миллиону рублей в каждом весе. А в категории до 57 килограммов близкой к той, в которой в свое время боролся сам Али Алиев, будет разыгран автомобиль. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадиша Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»